Дикая орхидея, богатые и знаменитые, Наполеон и Жозефина. Все эти разные и ставшие любимыми для российского зрителя картины, объединяет то, что в главной роли там сыграла популярнейшая актриса 70-х, которая по праву считается одной из самых красивых женщин 20-го века, Жаклин Биссетт. Почетная гостья 14-го кинофестиваля Меридианы Тихова накануне встретилась со своими поклонниками, где рассказала о своей профессии, о том, как начинала работать на съемочной площадке. А сегодня свои вопросы ей с удовольствием задавали журналисты. Жаклин Биссетт ответила, почему в наши дни многие известные артисты соглашаются играть в телесериалах. Сегодня все хотят работать в телевизионных проектах, это абсолютно точно, ведь сейчас там есть очень хорошие и интересные роли, они даже лучше, чем роли в полнометражных картинах. И еще сегодня на телевидении совершенно нет цензуры, получается, что это гораздо более интересно. Это уже другой, новый уровень телевидения, не тот, что был раньше. Много говорили и о прошлых актерских работах Биссетт. Некоторые из них, к сожалению, не стали широко известными в России. Например, роль в картине «Поверь в меня» была нетипичной для актрисы работы. Жаклин Биссетт, за которой закрепилась амплуа роковых красавиц, здесь сыграла страдающую наркозависимостью женщину. Артистка была настолько убедительна в новом образе, что в связи с этим на съемочной площадке даже происходили некоторые курьезы. Это было действительно очень успешное перевоплощение. Мы посещали много больниц и приютов, где помогают таким людям. И в перерыве между съемками я сидела на своем стуле, на спинке которого было написано мое имя. И ко мне подошел один из пациентов в клинике и сказал, послушай, ты лучше убирайся отсюда, а то здесь Жаклин Биссетт должна сидеть. И, конечно, обсудили одну из самых любимых российским зрителям ролей в картине «Наполеон» и «Жозефина». Многосерийный фильм о большой любви Бонапарта неоднократно показывали на центральных каналах в начале 90-х. А сегодня Жаклин Биссетт раскрыла, в чем заключается один из секретов успеха сериала. Арманд Асанте был очень хорошим партнером. Он постоянно был в образе, не выходил из него. Он серьезнейший актер методической школы. Я просто приняла полностью, что он Наполеон. Про кинофестиваль и Владивосток актриса отзывается исключительно положительно. Завтра здесь она отметит свой день рождения и очень этому рада. А еще Жаклин Биссетт призналась, если бы в этом городе ей предложили сыграть хорошую роль, то она согласилась бы, не раздумывая. Евгений Черомухин, Анда Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.